За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 127 происшествий. Из них 8 преступлений, 5 из которых раскрыто. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уставление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 48 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По информации окружной автоинспекции, за прошедшую неделю выявлено и пресечено 147 административных правонарушений. Два человека управляли автомобильными, не имея права управления. Один человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель управлял своим авто в состоянии опьянения повторно, за что понесет наказание уже по уголовной статье. Произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, один человек пострадал, причинен материальный ущерб. Так, 2 апреля текущего года на 63-м километре зимней автодороги поселка Хорягинский-Тединка Ненинско-Автономного округа произошло ДТП с участием двух автомобилей «КамАЗ», в результате которого пострадал гражданин с 74-го года рождения, который доставлен в центральную районную поликлинику города Усинска. Госавтоинспекция напоминает водителям о строгом и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и предупреждает об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 31 марта по 2 апреля текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в ходе которого выявлено 4 административных правонарушения. Нарушение общественного порядка не допущено. В целях обеспечения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения и повышения эффективности деятельности по взысканию административных штрафов в период с 28 по 29 марта проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого проверено 119 адресов, проведено 47 бесед, предоставлено 9 квитанций об уплате штрафов. С 13 по 24 марта на территории Ненецкого автономного округа проведен первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Жители округа приняли активное участие в проведении антинаркотической акции. По всем сообщениям граждан сотрудники полиции провели проверки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По трем фактам сбыта возбуждены уголовные дела по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и трем фактам хранения наркотических средств по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Два жителя привлечены к административной ответственности по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Из незаконного оборота изъято более 2 грамм наркотического вещества. Составлен один административный материал. Так, в марте текущего года в подъезде жилого дома по улице Рабочий города Наринмара сотрудниками полиции был задержан молодой человек, предположительно находящийся в состоянии наркотического опьянения. Проведенное исследование показало, что молодой человек употреблял наркотическое средство синтетической группы, так называемые спайсы. Административный материал по данному факту рассмотрен Мировым судом Ненецкого автономного округа. И на основании постановления гражданин привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4100 рублей. Кроме того, в рамках акции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу провели с учащимися образовательных учреждений округа, преподавателями и родителями лекционные занятия. Проверено 7 досуговых учреждений – кафе, бары, рестораны, расположенные на территории округа. К сведению, жители округа могут сообщить о наркопритонных точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений по телефону 8-911-650-5749 либо на телефон доверия у МВД России по Ненецкому автономному округу 8-818-53-421-52. Анонимность гарантируется. С 29 по 30 марта на базе школы номер 5 города Наринмара проходил региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017». Целью конкурса являлось привитие у детей навыков безопасного поведения на дороге, изучение правил дорожного движения в игровой и доступной форме. Организаторами конкурса выступили сотрудники Госавтоинспекции по Ненецкому автономному округу и Ненецкий региональный центр развития образования. В конкурсе приняли участие 8 команд. Это представители общеобразовательных школ города Наринмара, поселка Искателей, санаторно-лесной школы, а также воспитанники Дома детского творчества. Участники в течение двух дней выполняли теоретические задания, направленные на безопасность дорожного движения, состязались в творческом конкурсе и демонстрировали практические умения на этапе фигурное вождение велосипеда. Первое место заняла команда Дома детского творчества города Наринмара. Ребятам вручен переходящий кубок победителя, дипломы и подарки. Второе место команда средней школы номер 5 и третье место команда средней школы номер 1. Победители регионального этапа представят наш округ на всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо-2017» в городе Ульяновске. 31 марта этого года в дежурную часть управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки и бутылку вина общей стоимостью 1000 рублей. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято 18 литров алкогольной продукции. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. И по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. Наказание предусмотрено в виде административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей и от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дежурную часть полиции обратила жительница Наринмара с заявлением о краже денежных средств банковской карты в общей сумме более 17 тысяч рублей. По словам заявительницы, она потеряла свой мобильный телефон с подключенной услугой мобильный банк. Обратившись в центр мобильной связи, женщина восстановила абонентский номер мобильного телефона и о том, что необходимо обратиться в отделение банка с заявлением на отключение услуги мобильный банк, не сообразила. Пропажу денег женщина обнаружила при поступлении звонка на мобильный телефон от незнакомого мужчины, который сообщил, что с данного абонентского номера в службу такси был сделан заказ на поездку, которая не оплачена. На что женщина сообщила, что она никуда не обращалась. После разговора с неизвестным мужчиной, потерпевшая обратилась в отделение банка с целью проверки своего банковского счета, на балансе которого отсутствовали денежные средства более 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что ранее судимый гражданин 68-го года рождения обнаружил мобильный телефон заявительницы и, воспользовавшись подключенной услугой мобильный банк, неоднократно совершал перевод денежных средств на банковскую карту. В настоящее время следователем следственного отдела управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел. Ежегодный конкурс Министерства внутренних дел РФ «ЩИТ и ПЕРО» проводится среди сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, представителей средств массовой информации и общественных объединений. Целью проведения конкурса является формирование в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ и военнослужащего внутренних войск, пропаганда законопослушного поведения граждан и привлечение их к участию в охране правопорядка. На конкурс предоставляется информация о проведенных информационно-пропагандистских мероприятиях, акциях, проектах, печатные публикации, видео-аудиоматериалы, опубликованные в СМИ или размещенные в сети интернет в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям. Полиция доверия, честь, долг, мужество, гражданская позиция, меняемся вместе, пиар-проект года, сотрудничество, лучший интернет-проект о полиции в интернете. О требованиях предъявляемых конкурсных работах можно уточнить у сотрудников группы информации общественных связей по телефону 8-818-53-423-63. Также ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на официальном сайте Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу по адресу 83.mvd.rf. Конкурсные работы принимаются срок до 20 мая текущего года. По адресу город Наринмар, улица Ваучейского, дом 13, кабинет 208. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу напоминают гражданам и организациям о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Информационного центра, отдела ГИБДД, отдела по вопросам миграции и отдела по контролю за оборотом наркотиков. А также добровольного дактилоскопирования граждан. Для получения необходимой услуги гражданам достаточно зайти на портал 3w.gosuslugi.ru и в течение нескольких минут подать заявление. После чего выбрать удобное время и без ожидания в очереди воспользоваться услугой. Оплатив при этом госпошлину за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД с 30% скидкой. Уважаемые родители, напоминайте детям основные правила движения каждый день. Учите их ориентироваться в любых дорожных ситуациях. Быть осторожными и внимательными. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.